Завершаются последние приготовления. Обвязка паруса, проверка снаряжения. Ребята переживают, но стараются этого не показывать. Все-таки севастопольская регата первая в спортивном календаре, а значит особенная. Это жилет, чтоб не утонуть. Это костюм, который не промокает. Да, это хорошо. Три нас до термо теплые есть. Моем, полируем. Наскраиваем. Это зависит. Все от твоего места. Да, зависит. Какой ветер, такая настройка. Слабый ветер, одна настройка. Сильный ветер, другая настройка. Поэтому от настройки зависит половина. Старт детского парусного сезона ежегодно проходит в Севастополе. В этом году соревнования проходят в трех классах. Оптимист, кадет и зум-8. Открытая регата краснознаменного черноморского флота – крупный и давний турнир. Тренеры нынешних участников в советское время начинали свою карьеру именно здесь. Наша команда из Санкт-Петербурга. Да, это наша погода. Поэтому нам все хорошо, нам все нравится. Мы каждый год – это одна из крупных регат. Это начало сезона. Это начало сезона, когда можно будет сразу посмотреть рейтинг. Что мы за зимой сделали. Кто лучше, кто хуже, кто переместился. Поэтому очень важное соревнование. Севастополь всю жизнь был. И я гонялся, когда был маленький. Здесь для меня это родная экватория. В этом году в Севастополь съехались более 200 участников со всей России. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тольятти. И это далеко не весь список. Самое время начинать подготовку к международным состязаниям. У нас очень мало портов, где в это время, весеннее, можно провести такие масштабные соревнования. Здесь позволяет, во-первых, море, акватория отличная, также инфраструктура для того, чтобы можно было здесь провести большое количество участников. То есть все для того, чтобы, так сказать, полномасштабно провести хорошую регату. У нас девушки, как говорится, тоже любят этот вид спорта. Стараются тянуться, быть не хуже ребят. И то же самое, показывать высокие результаты. Здесь есть члены сборной команды России, которые участвуют на крупнейших регатах и победители, и призеры крупнейших международных регат. Некоторым яхтсменам нелегко перестроиться с речных гонок на морские. На это есть и объективные причины. Вот на море чаще всего губы обветриваются, вот это не нравится. Но большинство детей в восторге от возможности попробовать себя на таком крупном турнире. Интересно, в школу загуливаем. На протяжении шести дней лучшие молодые яхтсмены страны поборются за право попасть в состав сборной России. Это подчеркивает важность соревнований. В Севастополе решится, кто войдет в российскую команду и будет представлять страну на чемпионатах мира и Европы. Михаил Журавский, Дмитрий Фомин, Денис Александрович, Севинформбюро.